Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Весь жизненный путь священномученика Серафима Звездинского после Октябрьского переворота представляет собой бесконечные аресты и ссылки. Терпеливо и безропотно нанес он этот крест вплоть до своей Голгофы. Ею стала Омская тюрьма, в которой Владыка принял мученическую смерть за веру, за Святую Апостольскую Церковь, за свое служение Богу и людям из-за своей любовь к Божественной Литургии, которую он считал главной службой в жизни христианина и совершал ее в самых немыслимых условиях. О Святом Серафиме рассказывает книга, которая вышла в свет в издательстве «Паломник» и находится сегодня на нашей книжной полке. Она называется «Священномученик Серафим Звездинский. Акафист и жизнеописание». Предлагаемая читателем книга содержит Акафист, впервые издаваемый, и жизнеописание одного из замечательных подвижников Русской Православной Церкви XX века священномученика Серафима Звездинского, епископа Дмитровского. Ревностный архипастырь, духоносный старец, вдохновенный совершитель Божественной Литургии, учитель веры и наставник благочестия, обладавший удивительным даром слова. Вот так описывают владыку Серафима современники. Вся жизнь святителя была посвящена литургии, в которой он видел неисчерпаемый источник благодати Святаго Духа и впоследствии отдал свою жизнь за торжество православия, за Божественную Литургию. Познакомимся вкратце с жизнеописанием святителя, которое наиболее полно представлено в данной книге. Родился он 7 апреля 1883 года в семье единоверческого священника Иоанна Звездинского, и при крещении был наречен Николаем. Ему мать прожила недолгую жизнь, и мальчика воспитывали отец, добрая няня и старшая сестра. Рассказывая о детстве, владыка отмечал, что его, маленького, будили в церковь к ночной службе под праздники. И в холод, и в непогоду его вели в храм, где он часто засыпал. Но присутствие на богослужении считалось необходимым для воспитания. Позже владыка Серафим говорил, что лучше быть в храме. Хотя бы спать, но все же в храме. Отец Иоанн приучал Колю любить церковную службу и храм. На клиросе Коля читал охотно и четко. Чтобы он мог видеть лежащие на аналоге часослов, подставляли скамеечку. Однажды маленький Коля вошел в алтарь через царские врата. Видевшие это поначалу смутились, но затем увидели в этом событие Божие, указание на то, что младенец станет служителем престола Божия. Взирая на отца, совершавшего литургию, Коля с трепетом внимал его пламенной молитве. «Видно, папа за меня молится в то время», — говорит потом владыка. «Может быть, он и спросил у Бога, и эту милость, что я пошел по пути служения в Церкви Божией». По окончании школы мальчик продолжил свое образование в семинарии. В 1902 году он тяжело заболел практически неизлечимой по тем временам болезнью. Но чудесным образом был усилен по молитве перед образом еще не прославленного старца Серафима Саровского. Образ этого кроткого старца навсегда стал семейной святыней и сопровождал владыку Серафима почти всю его жизнь. Через год после исцеления Коля Звездинский стал участником торжественного прославления преподобного Серафима Саровского. А исполненный благодарности за исцеление сына, его отец священник Иоанн, написал службу преподобному Серафиму. Быстро прошли годы учебы, и Николай Звездинский окончил семинарию одним из лучших учеников. После горячей молитвы у мощей преподобного Сергия он прошел по конкурсу и был принят в Московскую Духовную Академию на полное содержание. Учился усердно и вскоре стал известен своим даром слова. Идем в Академию. Сегодня будет проповедовать студент Николай Иванович Звездинский, говорили и жители Сергиева Посада, и братья монастыря. За годы учения в Академии Николай утвердился в выборе монашеского пути. Его духовником был известный старец-затворник Алексей Соловьев. В сентябре 1908 года Николай отправился в Зосимову пустынь просить благословения на постриг. И уже 26 сентября Завсеночный был пострижен в монашество с именем Серафим в честь Саровского чудотворца. Меньше чем через месяц инока Серафима посвятили вера диакона. А на летний праздник Казанской иконы Божьей Матери – вера монаха. В этом же году он окончил Духовную Академию со званием кандидата-магистранта богословия. И вскоре получил назначение преподавать историю церкви в Вифанской семинарии. Годы спустя воспитанники вспоминали, какое глубокое впечатление производил на них светлый, тихий, благодатный иеромонах. «Я молился за каждого своего ученика», – говорил владыка. «Вынимал из-за каждого частицу на проскомедии. И это, видимо, чувствовали они своими душами». Через два года молодого преподавателя перевели в московскую семинарию. Здешние воспитанники были взыскательнее во вкусах и в суждениях. Жизнь здесь проходила все время среди народа. Мир с его шумом и суетой пытался поглотить и нарушить внутреннюю тишину. И все же проповеди отца Серафима, его благоговейное служение, подвижническая жизнь не укрылась от глаз учеников. Снискали ему авторитет и почтительное уважение. В Москве духовным прибежищем для него стал чудов монастырь, настоятелем которого был кроткий и молитвенный архимандрит Арсений Жадановский, ставший отцу Серафиму и другом и наставником. После того, как отец Арсений был хиротонисон, воепископа Серпуховского, настоятелем монастыря стал архимандрит Серафим Звездинский. Их духовная дружба не прервалась и после ухода владыки из обители. Когда в 1919 году властью закрыли для верующих Кремль, оба они, и владыка Арсений, и архимандрит Серафим, нашли приют у настоятельницы Покровской общины и гумии Ювеналий. В Лесномске тут для них было устроено общежитие, где они вдвоем молились, служили в Келейном храме, работали на грядках и рубили дрова. В конце лета того же года архимандрит Серафим был вызван в Москву. И 3 января 1920 года в храме Троицкого подворья святейший патриарх Тихон совершил епископскую хиротонию архимандрита Серафима. Напутствуя его на труды архиерейские, святейший сказал, «Иди путем апостольским, нигде ничем никогда не смущайся, неудобств не бойся, все терпи. Как ты думаешь, даром разве кодят архиерею трижды по трижды? Нет, не даром. За многие труды и подвиги, за исповеднические его болезни и хранение до крови веры православной». Так и служил владыка Серафим, согревая свою паству любовью и молитвой. В 1922 году епископ Серафим Звездинский был арестован. Началось его изнурительное тюремное заточение. Лубянка, Бутырки, Таганка. Далее два года ссылки в Зырянском крае на вольном поселении и разрешение жить в Дивееве. Осенью 1927 года обитель закрыли и снова начались скитания, ссылки, этапы и тюрьмы. Последние дни своей жизни святитель провел в омской тюрьме и был расстрелян 26 августа 1937 года. Подвигом своей жизни владыка в полноте раскрыл данные ему при монашеском постриге имя Серафим, то есть Огненный, сохранив в сердце своем огненную любовь ко Христу и запечатлев верность Ему своей мученической кончиной. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова